Добрый вечер! Начинаем наш семинар. Тема нашего семинара – это ошибки при проведении аббациоанализа. С чем связано возникновение этой тематики? Дело в том, что у нас очень часто происходит, что вот этот аббациоанализ воспринимается как некая формальность, и что такое аббациоанализ? Мы с вами нажмем кнопку в 1С, и он нам разобьет товары на группы, и на этом все и завершается. Весь вот этот подход, вся точка зрения на АБЦ. И, естественно, после этого у нас неминуемо появляется вопрос, а что нам делать с результатом, а зачем он нам вообще нужен. Вот. И аббациоанализ из довольно интересного и полезного инструмента, он превращается в некую формальную такую методику, которая делается для того, чтобы просто в отчете было на что сослаться. На самом деле, давайте мы с вами начнем вот с чего. АБЦ-анализ – это анализ, который призван определить что? Он призван определить значимость тех или иных позиций. Ну, чаще всего АБЦ-анализ применяют в рамках ассортиментного анализа для того, чтобы определить значимость отдельных элементов в какой-то группе. Ну, например, значимость товаров для прибыли компании. И, естественно, есть какие-то товары очень незначимые, есть какие-то товары малозначимые. И вот здесь как раз у нас начинается самое интересное. Первый вопрос и первая категория ошибок, которую допускают при проведении АБЦ-анализ. Первая категория ошибок – непонимание цели. Зачем вы проводите АБЦ-анализ? Как вы собираетесь использовать его результаты? Если вы проводите АБЦ-анализ для того, чтобы указать там где-то как-то в табличке, что это товар группа А, что это товар группа Б, смысл в этом никакого нет. Мы делаем АБЦ-анализ для того, чтобы его использовали. И прежде чем его проводить, естественно, на этот вопрос надо дать ответ. Я не буду вам говорить о всех примерах, как именно вы можете использовать АБЦ-анализ. Ну, например, вы АБЦ-анализ можете использовать для того, чтобы понять, какие товары нуждаются в вашем первоочередном пригляде. Понятно, наверное, что товары категории А, товары очень значимые, вы должны проверять, контролировать чаще. Товары малозначимые, товары категории С можно контролировать реже, проверять их менее пристально. Понятно, что если вы проводите закупочную деятельность, в первую очередь вы должны закупить товары критичные, товары категории А. И если получится, тогда вы будете закупать товары категории АБЦ. Я на самом деле дам вам несколько более обобщенное описание того, зачем мы проводим деление нашей товарной массы на категории АБЦ. Мы делаем это деление для того, чтобы для каждой категории установить какие-то свои правила игры. Смысл проведения АБЦ-анализа на самом деле заключается в том, что мы не в состоянии проверить сразу все. Мы не в состоянии детально разобраться с каким-то конкретным товаром. Первое следствие, если мы в состоянии это делать, то есть у нас товаров не много, то мы должны не проводить АБЦ-анализы в ассортименте там из 20 наименований. Мы должны направлено для каждого наименования, для каждой анекватурной позиции установить свои правила игры. У нас есть логика. Второе следствие. Не обязательно делить на три года. Делите на четыре, делите на пять, делите на семь. Делите на столько групп, насколько вам удобно поделить ваши ассортименты. Главное это понимание, что для каждой категории, для каждой группы товаров вы придумываете, как вы с этим товаром будете работать. Это может касаться совершенно различных лучших действий. Но я тем не менее, в соответствии с тематикой нашего курса, я все-таки назову вам ошибки, которые делают вот в этом целеполагании. Ошибка первая. Мы на основании АБЦ-анализа определим, какие товары нам надо выбросить из ассортимента. Это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, в ассортимент мы можем включать товары по разным причинам. И прибыльность товара это один и единство. Товар, например, может потребоваться для заполнения ассортиментного варианта. Какой-то товар может не приносить прибыли, но он является драйвером продажа. К нам идут, вместе с ним покупают еще что-то. Короче говоря, у нас могут быть разные причины для того, чтобы держать товар в ассортименте. И сам факт того, что он у нас при проведении АБЦ-анализа попал в какой-то хвост, это еще не причина для того, чтобы его выбросить из ассортимента. Бывает еще хуже. Мы, мне приходится услышать, вот давайте поделим товар на категории АБЦ, мы выбросим из ассортимента категорию С, будем торговать на категории АБ. Что тут можно сказать? Деление статистическое. И попытка отрезать категорию С, это примерно то же самое, что попытка отрезать половину чего-нибудь, чтобы осталась только одна половина. То, что у вас останется, тоже можно поделить напополам. И если вы отрежете те товары, которые попадут в категорию С, оставшиеся тоже будут делиться на эти три группы. Еще раз повторяю, это же статистика. Она не меняется от того, что вы что-то отрегаете. И вторая грубая ошибка, которую допускают в целеполагании, это следующее утверждение. Товаров категории А нам надо закупать больше. Это неправильно. Любого товара вам надо закупать столько, сколько требуется вашим клиентам. Товары вы закупаете в соответствии с продажей. АБЦ-анализ никак не отвечает на вопрос, сколько товаров нам надо закупить. Другое дело, что если речь идет о недопустимости дефицита, это да, товары в категории А, естественно, по минимуму цифровых продавок. В этом плане продавания закупить больше, конечно, надо. Если речь идет о том, что по товарам в категории А можно создавать какой-то дополнительный страховой запас. Здесь тоже все не совсем окладно, потому что целесообразность формирования страхового запаса по товарам в категории А. Это тоже не факт. Не обязательно по товарам в категории А надо формировать вот этот вот страховой запас. Может быть, они очень хорошо прогнозируют, может, не можно четко сказать, сколько вам товаров потребуется. Может быть, вы в состоянии выстроить систему гибкого реагирования, систему клик-респонсии. Вот, не надо вообще задумываться о том, что эти товары в дефицит. Страховой запас будет выжить. Страховой запас будет вообще не выжить. Но можно по-другому. По отношению к товарам в категории А мы можем позволить себе такую роскошь, как создание страховой заказы. По отношению к товарам в категории С мы несообразны с ингрессом. Вот это первый кусочек, первая группа ошибок. Ошибки связаны с целью помогания. Вторая группа ошибок. Вторая группа ошибок – это ошибки, связанные с проведением. И здесь опять-таки две подкатегории у нас получены. Первая подкатегория – это ошибка проведения. И вторая категория – это ошибка выбора методов. Что касается ошибки проведения, это классика того, с чем мы сталкиваемся. Почему я не люблю, почему я не люблю использовать какие-то встроенные механизмы, которые у нас есть в учетном состоянии? Она умеет делить товар в категории АБЦ. Почему бы я не засоряться в голову и использовать вот эту вот историю? Пожалуйста, поймите одну простую версию. Если вы работаете с базой, вы по определению работаете с грязными данными. Эти данные засорили влияние разного рода вторичных эффектов. И они вам в большом счете не дают предстоятельность. Простейший пример. Представьте себе, что у вас по какому-то товару был дефицит на складе. Товара не было. Соответственно, и продаж по этому товару тоже не было. И товар у вас вываливается в категорию цель, в самый хвостик. Но значит ли это, что мы должны к каждому товару относиться именно к товару, как к товару в категории цель? Не факт. Это может быть очень важный товар, а то, что он у нас вывалился в самый хвостик, это артефактный результат. Просто так и получились. Поэтому ничего такого совершенства не было. Поэтому я всегда предпочитаю эти данные готовить. Предварительно вычленять из этих данных какие-то вторичные эффекты. Смотреть, что вообще можно скомпенсировать. Какие-то товары можно вынимать и задать, разграться с ними отдельно. Есть вот, например, такие товары, я их называю товары-попрыгунчики, которые характеризуются сверху и сухонаря. Когда-то они по нулям, а когда-то, причем случайным образом, сегодняшняя, а когда-то они резко выскочены вверх. И мало того, что они резко выскочены, они корюжат какие-то товары у вас задвигают назад, какие-то выдвигают вперед, и в результате у вас вся система классификации рушится. Это неправильно. Конечно, можно взять за большой период и как бы подергнуть изглазиться, но в том-то все и дело, что в среднем-то вот этот прыгунчик может и найдется в категории В посередине, но не товар в категории В. Тут все дело, что когда-то товар в категории А, а когда-то товар в категории Ц. Это надо учить. Да, значит, хорошо, удаляться не буду, я буду рядышком. Таким образом, вопрос подготовки данных у нас остается актуальным. Понятно, что не всегда вы можете себе это позволить, и бывает ситуация, когда подготовка данных невозможна. Если у вас тысячи, десятки тысяч наименований, понятно, что все вы проверить не сможете. Частично это можно будет потом еще проконтролировать, но если у вас действительно невозможность подготовки, тогда может и можно использовать вот эти системы автоматического отделения на АБЦ. Естественно, надо четко понимать, по какому алгоритму будет проходить этот анализ. Теперь по поводу метода. На метод очень часто нарываются при проведении АБЦ. анализ. Дело в том, что, как правило, учебные системы поддерживают только одну методику, но не всегда она приемлема. Сейчас я вам покажу, я не буду детально и медленно прорабатывать методику АБЦ-анализа, как это мы делаем на занятиях. Я просто с минимальным каким-то комментариями покажу, как это делается, ручками, деление на АБЦ. И объясню, что не так в этом делении получается. Вот у нас здесь, в принципе, сейчас на экране завершенный подготовительный этап деления на группу АБЦ, подготовительный этап подготовки данных для завершена подготовка данных для АБЦ-анализа. То есть у нас есть табличка, есть артикул, есть прибыль. Вот. И теперь по параметру прибыли мне вот все артикулы надо разделить на группы. На самом деле это очень просто. Что я делаю? Табличку я сортирую просто средствами Excel. Я ее сортирую по убыванию. По значению сортировать по прибыли, по убыванию я ее сортирую. и у меня в результате вот вверху самый большой показатель несу самый маленький. Я беру суммирую то, что у меня получилось. и теперь я посчитаю процент только то есть сколько процентов у меня составляет прибыль каждого конкретного товара в общей массе. делать цех очень просто. Значит то, что слева я делю на общую сумму. Ну и чтобы было совсем красиво я это переведу так. так. Я это переведу в процентный формат. Растягиваю это до самого низа. Естественно процент у меня падает. И второе значит у меня будет здесь процент с суммированием. Значит я ну с накоплением как угодно могу. Беру так давайте сделаю покрупнее чтобы понятным было оттуда играть не видно. Значит вот тут у меня то же самое получается. А здесь я беру то что слева плюс то что прямо наверху. И вот эту вторую ячейку я растягиваю до самого низа. Естественно в низ на строке получаем 100%. Ну и этого вполне достаточно для того чтобы поделить вот эти самые товары на группы. Что как это делается? Ну для этого надо понять что у нас находится в этой колонке. Их я например беру вот 54 29 это означает что товары от данной строки и вверх сумме нам дали вот эти самые 54 29 причем это самые большие товары которые дали самый большой дали поэтому для того чтобы выделить категорию а я ищу показательность накопления который ближе всего подходит к 80 процентам и то что выше это у меня будет товар категория а значит оставшиеся 20 процентов я делю в том же самом соотношении то есть 1 к 4 это будет 16 4 то есть 80 плюс 16 96 ну соответственно где-то вот здесь у меня пройдет граница между группами ну и хвостик это уже будет категория цель вот так поделил значит я использовал для деления самый простой метод он называется эмпирический эмпирический или метод по вкладу в результат но если мы посмотрим с вами мы увидим что она поделилась не очень логично тут вот видно очень хорошо деление на группы и вы видите что группа она выделилась в общем-то достаточно адекватно действительно где-то 20 процентов элементов дали 80 процентов результата а дальше у нас не совсем корректно пошло почему потому что у нас очень большая группа B и маленькая группа C это не совсем правильно как именно это можно скорректировать на самом деле я сейчас опять-таки вот так два касания покажу вам еще два метода деления и здесь у нас вот этот перекос почему произошел перекос у нас произошел потому что у нас группа у нас группа анализируемая маленькая у нас всего 100 позиций этого в общем-то недостаточно для того чтобы красивая статистика сформировалась и в этом случае мы можем применить какой-то другой метод какой вот если у вас получается такая несбалансированность то мы можем применить метод суммы что что это такое у нас уже есть процент по вкладу а теперь мы с вами сделаем процент по ассортименту у нас 100 позиций то есть каждая ассортиментная позиция дает нам 1% общего количества в ассортимент и опять-таки суммарно сумму я здесь буду считать несколько сложнее первой колонки будет вот так так что вот так я суммирую оба процента начиная со второй колонки я беру предыдущее значение и опять сумму то есть естественно самое нижнее это будет 200% растягиваем 200% это называется метод суммы деление здесь происходит немножко по-другому граница между группами а и б это 100% суммы а граница между б и c 145 ну давайте посмотрим как она пойдет значит соответственно граница между а и б практически совпадает граница между б и c будет скорректирована вот она у нас 145 вот так вот видимо ну и вы видите что группа c у нас оказывается достаточно большой вот это вот метод суммы как вы видите что у нас здесь произошло у нас произошла некоторая коррекция связанная с размером группы то есть мы немножко скорректировали в сторону увеличения группы c если у вас получается вот такие несбалансированные размеры групп то тогда можно использовать вот этот метод для корректировки ну и есть еще один метод он нам даст совершенно другие результаты это называется метод средних он считается принципиально по-другому у нас суммарное количество суммарная прибыль 280 тысяч 100 позиций соответственно средний у нас будет 2800 и мы с вами берем и смотрим насколько реально прибыль отличается от средней то есть мы делим вот это на вот это группе относят те позиции которые показали ну которые выше среднего более чем в 6 раз то есть это у нас будет группа а а группе c у нас относят то что меньше среднего более чем в 2 то что между ними попадает группа b значит толкование вот этого деления оно немножечко иное оно местно и удобно в том случае если у вас есть какие-то средние значения есть какое-то болото то есть есть очень много товаров которые примерно продаются но при этом помимо вот этого болота среднего класса есть принцы и есть нищие вот этот метод средних как раз и нацелен на выделение принцев и нищих так значит ну что у нас еще еще наверное я соответственно подбирать нужно правильным способом ну и наверное я буквально пару слов прошу прощения так значит прошу прощения и значит пару слов я вам хочу сказать по поводу интерпретации вот этого вот анализа сейчас я найду слайд значит я уже сказал вам что деление на группы АБЦ оно не имеет смысла для малого ассортимента там проще пойти другим но есть еще несколько моментов во-первых при интерпретации вы должны отдавать себе отчет что мы во-первых если используем какие-то данные из базы мы всегда работаем с прошлым в базе данных нету будущего там только прошлое и мы можем по прошлому делать выводы о будущем только сделав предположение что в будущем будет все так же как в прошлом это предположение не всегда справедливо поэтому в ряде случаев нам наш результат АБЦ анализа надо дополнять экспортной коррекцией то есть прямым общением с маркетологами прямым общением с продажниками это не значит что они всегда вам скажут правду конечно там люди увлекающиеся они могут скажем пойти на поводу какой-то тенденции которую они увидят и если у меня получилась категория С мне начинают рассказывать что это категория А я скорее всего буду задавать какие-то неполучные вопросы не соглашусь с этим но при этом если мне скажут ну вот вы знаете у вас получается категория Б но у нас сейчас вот этот товар очень активно спрашивают тут есть вот такие тенденции роста вполне возможно в обозримом будущем он сменит свою классификацию и перейдет из категории Б в категорию А лучше на этот доклад вполне возможно что подобное изменение имеет смысл значит это первое второй момент мы должны понимать что АБЦ анализ в принципе имеет границы применения в частности мы не можем применять АБЦ анализ по отношению к производству почему ну если мы говорим о материалах о комплектующих о том что используется в производственном процессе какой там может быть АБЦ анализ какие там могут быть сверхважные маловажные неважные товары там все товары сверхважные отсутствие какой-то мелкой фигни остановит вам производственный процесс в том-то и состоит проблема управления запасами в производстве что если мы говорим о сбытовой компании там конечно прогнозировать тяжело но вот право на ошибку есть какой-то незначительный дефицит особенно если это не по основным позициям это не приведет ни к чему такому сверхъестественному и фатальному а вот производство ровно наоборот сколько товара потребуется сколько материалов потребуется вы можете рассчитать исходя из производственного списка а вот право на ошибку нет и это диктует совершенно логику работы ну а если мы говорим о готовой продукции ну подумайте сами зачем производить производить товар категории цель он должен производить только товар категория ну конечно бывает ситуация когда какое-то подсодное производство переработка а сходов не знаю классический пример значит на каком-то мебельном производстве делают топилки возникают топилки из них прессуют какую-нибудь плитку и продают ее отдельно ну вот да получается подсодная готовая продукция явная категория но в общем это скорее исключение очень правильно вот поэтому к производству вряд ли можно применять вот этот вот подход и на самом деле по отношению к производству ну еще в некоторых случаях кстати говоря по отношению к бытовой отрасли это тоже применяется подробнее я вам на этих высказываетесь прийти значит вот к этой ситуации применяется так называемый вен анализ вен анализ это некая альтернатива АБЦ анализ она не количественная она качественная и она вот как раз для случаев когда расчеты не имеют смысла например при поставке каких-то материалов на производство что такое вен на самом деле вот эта вот аббревиатура вен имеет следующую расшифровку что это такое представьте себе что у вас на производстве образовался дефицит отсутствует товар на складе совсем дефицит каких-то шурупов как вы закроете этот дефицит пошлете экспедитора ближайший строительный магазин купите эти шурупы и запустите в производство да возможно они чуть дороже окажутся но это не такая уж то есть это вот такая ерунда вот это вот новоседж значит совсем другое дело если у вас образовался дефицит какой-то продукции которые надо закупать что произойдет в этом случае надо организовывать срочную поставку надо значит отправлять туда человека организовывать перевозку как-то очень быстро в этом случае у вас действительно все обойдется намного дороже и ну так примерно считается что essential это ситуация когда вы выходите на ноль то есть у вас вроде бы проблемы решаются ну как бы ничего на этом не заработаете возможно даже небольшие потери ну а теперь представьте что у вас не хватает каких-то комплектующих которые надо было заказать за полгода на другом континенте и попытка срочного заказа если вы просто будете сидеть без этого товара ну она приведет к тому что вы просто выверетесь выверетесь вот это не то то есть здесь скорее уместно вот такая качественная а не качественная ну вот это вот примерно то что я хотел вам рассказать в самом первом приближении какие у вас есть вопросы слушатели вебинара да 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 прям в чате все понятно ну хорошо значит более подробно с разбором ряда нюансов дополнительных это все у нас на занятии плюс на занятии там я даю разработанный значит моим товарищам модуль в Excel который позволяет автоматически проводить вот этот самый ABC анализ ну все если вопросов нет спасибо за внимание приходите спасибо спасибо спасибо